Всем привет! Привет! Сегодня у нас 14 число, понедельник. Сегодня день мужчины. Я всех мужчин поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья и крепкого здоровья, скажем так. Да, сегодня день у нас казачества. Вот этот праздник перенесли на сегодняшний день, на 14 число. Поэтому всех-всех поздравляю. И жду ко мне в гости должна приехать моя знакомая, подруга Наташа. Вы ее уже видели во влогах ранее. Мы с ней дружим очень уже давно. Поэтому пойду сейчас ее встречать. Снемем казачество. Я тоже так хочу. Блин, вруковала, я как-то смеялся. А ты кто? Казачка? Да все, ладно, пойдем встречать гостей. Я уже бегу, бегу, бегу. Они меня уже ждут, потому что боятся джету. Я вижу, Саша в дырочку заглядывает. Кто это тут заглядывает? Привет! Привет! Привет, как дела? Нормально. Ну, заходи. Иди, моя хорошая. Привет! Ты так хорошо выглядишь, Саша. Ой, какие они. Кость, ты спрятал джеты? Да. Я спрятала. А, хорошо. Боже, сегодня такой классный день. Слушай, вообще тепло так. Супер. Наташа сейчас выходная. Проходите, проходите. Ой, как рычит она там. Прям разговаривает. Ей гуляться хочется. Заходите. Да, это, ты знаешь, Лена упросила меня, чтобы я его поставила на время. Потому как они поставили кроватку, и там просто, ну, нету места. Поэтому пока миссион здесь стоит. Сашка, то как там школа? Рассказывай. Как твои впечатления от первого твоего класса? Мама говорила, ты на каратэ ходишь, да? И на борьбу. А, и на борьбу, и на каратэ, боже мой. Ты все успеваешь? Они же разные дни. Да? Они же разные дни. Ты что, тетка, не понимаешь? Слушай, он так подрос, я тебе хочу сказать. А что, у меня есть и сроки. Ну, да. Да ты уже совсем взрослый. Смотри, как Бину прям смотрит на тебя. Ну, проходите. Хотят поиграть с котиком, мышкой. Но батарейки, к сожалению, наверное, разряженные, да? Да, разрядились. Бинуха, ну не будет тебе игры. Даша с Сашей вышли поиграть на улице. Саша очень боится, кстати, собак. Он боится Джету, но наша Джета, она не кусает. Саш, не бойся, она просто играется. Погладь ее. Боится, Сашка. Джету. Джета, тебя боятся. Боятся тебя, моя хорошая. Классно как. Джета, не надо. Не бойся, не бойся. Глади. По-моему, Саша уже теперь избавился своего страха собак. Я в первый раз туда не забросил. Джетуся. Джетка. Она очень добрая собака и любит детей. Очень любит детей. Кидаю. Бросает парашютик Даша. А ты мне принесла, да? Джета, когда идет, она прям танцует. Давай я тебя брошу. Давай. Давай, Надя, бросить. Давай. Ну, моя хорошая девочка. Давай. Не бойся, Саш, не бойся. Не бойся, ты наоборот ее погладь. Не бойся. Она там, смотри. Вот там, Саш. Сюда ближе подойди. Да, да. Вот. Так кто это ловит, парашютиста? Джета или Саша? Круто! Поучередь. Саш, ты там осторожно, пожалуйста. Бо я переживаю, когда ты так высоко залазишь. Нет! Запятые два раза. Саш, ну как, ты уже не боишься ее? Нет. Нет? Ох, там, черный застрялся. Ага. Дуэль, стой, я даже не имею пену его. Всем привет, у нас уже следующий день. Можно осолить? Хоть и солиться, и пать. Да, с тетей Леоной солись. Так. Это поэтому мне тетя Леоня сейчас и звонит, я слышу телефон, да? Ам. Пойди принеси мне телефон, пожалуйста. Можно? Ну, Даша, ты даешь. Не успела только приехать и уже... Я даже не успела с Пудрою попрощаться, иду и ты. Да? Даша сейчас переобувается. Даже так. Потому как жарко на улице. Я уже не хочу. Ну, пойдешь, сейчас попьешь. А газоб она есть? А ты знаешь, газоб она вообще-то, Даша, нежелательно пить. Ну, давай, иди пей воду, тебя ждут все. Хорошо. Ну, все, ты побежала. Я буду на телефоне сейчас снимать. Угу. Ну, давай. Ого, смотри. А, возьми сумочку тогда. А, ну... На втором этаже у тебя в комнате. Все, все взяла? Да-да. Ну, давай. Все, пока. Пока. Ну, а я тем временем, пока Даша поехала в парк, поставила варить супчик. Я вчера много не стала снимать, вот, потому как, ну, Наташа, она, как бы, она, ну, нормально относится к камере, но, если честно, немного стесняется. Она как-то не по себе себя чувствует немножко, ну, знаете, как бы, поэтому... Я тоже раньше, я ее понимаю, поэтому не стала там снимать все. Мы долго сидели, беседовали. В принципе, я на нее за это не обижаюсь, я ее прекрасно понимаю, потому что... Раньше я тоже просто ходила на работу, и вот, когда Лена снимала очень много, и Лена у меня спрашивала, говорит, ну, тебя же можно снимать? Я говорю, да. Вот, ну, тоже как-то я себе... У меня такое двоякое было чувство. Я так, знаете, как-то смущалась, и все такое, ну, вообще. Вот, поэтому, в принципе, я вчера не стала ей много снимать. Вот, Лена приглашала меня в парк, она несколько раз говорила, Надя, поехали в парк. Не поехала я по той причине, что у меня, во-первых, ноет зуб, я знаю, что мне надо идти лечить, я знаю, вы будете писать, что Надя, ничего там такого, надо идти лечить, надо заниматься собой, своим здоровьем, и все такое. Ну, а во-вторых, может, это связано с тем, что я стараюсь придерживаться определенного режима питания, я это каждый раз не напоминаю на камеру, это не рассказываю. Вот, поэтому, когда я принесла от Лены яблоки и сказала, что вот я стараюсь после шести ничего не кушать, и там, ну, яблоко я себе позволяю съесть, вы стали мне, начали писать многие, что вот, много яблок нельзя есть, что, ну, вы думаете, что я принесла пакет яблок и их села-села, ну, я могу съесть яблоко, пол яблока, перебить себе, ну, этим аппетит, я знаю, что у них много сахара и все такое, но это же не значит, что я села и целый пакет села яблоко. Ну, а за питанием я, конечно же, стараюсь следить, и тем более, вы знаете, когда видишь успех в том, что ты делаешь, это очень стимулирует дальше двигаться, скажем так. Ну, что, пошла я монтажить влог и мучаться и дальше с этим зубом, я знаю, что надо идти в больницу, боюсь я очень страшно. Ну, я думаю, когда он у меня уже достанет конкретно, тогда уже я действительно пойду и займусь зубами. Сегодня просто чудесный день на улице, погода просто прекрасная. Я даже немного жалею, что в парк не поехала, может быть, у меня бы и вот это все прошло бы, и он бы не так бы болел, ну, а сейчас пошла готовить дальше кушать. Что хочу вам еще рассказать, смотрите, тут такая у меня проблемка, помните, здесь стояли розы и стоял вот этот вот вазон. Короче, что произошло? Какие-то маленькие-маленькие, как жучки напали на ту розу, она вся полностью завьяла. Я, конечно, расстроилась, потому что я уже понимала, что это роза, которая может, ну, цвести, в принципе, круглый от. Вот, вот, и вот эти вот жучки, дорогие мои, перелезли вот на этот вазон, и с него осыпалось листья. Оно начиналось все с того, что, типа, знаете, была какая-то мелкая-мелкая такая паутина. Листья я бросаю просто сюда, они когда перегнывают, тогда они, ну, типа, служат как удобрение для вазона. И эта мелкая паутина перебралась на этот вазон, и смотрите, что с ним произошло. Я не знаю, я почитаю, конечно, об этом, как его можно спасти, потому как в вазонах я совсем не смыслю. Но, видите, несмотря на то, что опали все листочки, вот здесь появляются, видите, такие маленькие, они отрастают. Но вот тоже он отрос, но он, ну, вот, видите, он завьял, и такое вот происходит. Не знаю, возможно ли спасти этот вазон. Если есть у кого-то, ну, такой вид цветка, то напишите мне в комментариях своих, что, как, как, как можно это вообще спасти его. Я не знаю, я немного, конечно, расстроена. Жалко цветочка, конечно. Ну, а сейчас, собственно говоря, я варю кушать, и сижу, монтажу для вас этот влог. Вот такой сегодня у меня день. Да, таким я занимаюсь. Вот он этот влог. Сейчас немножко домонтажу, и вы уже увидите.